всем привет на связи федор васильев мы продолжаем с вами изучать к м с wordpress урок номер 14 в этом уроке мы с вами разберем что такое кастомайзер кастомайзер это удобный способ редактирования настройки вашей темы как в него попасть если вы находитесь в консоли здесь есть такая большая синяя кнопка можно кликнуть прямо по ней эта опция сравнительно недавно появилась wordpress и такой кастомайзер есть по моему в каждой теме чем круче шаблон особенно коммерческие тем больше здесь всевозможных настроек чем это удобно то что мы видим вот такой карандашик напротив каждого элемента который позволяет нам быстро настроить тот или иной элемент конечно же это условно да мы не можем поменять там практически все кликнув например по карандашку меню и меня там размер шрифт толщину отступы возможно это все есть в каких-то крутых шаблонах коммерческих но вот в этой бесплатной теме который я использую в этом мини курсе конечно же здесь довольно таки скудный запас настроек также выйти скатаясь кастомайзера мы можем нажать вот здесь в левом верхнем углу по крестику и попасть мы еще можем в кастомайзер так вот здесь я настройки скрыл кстати вот можно так меню скрывать если вы не знали внешний вид настроить можно попасть также в тот же кастомайзер ну и внешний вид тут абсолютно все фон меню это тоже все приведет переходу в кастомайзер ну давайте посмотрим начнем сверху с логотипа то есть мы можем либо кликать по карандашкам и настраивать эти элементы либо же просто пробегаться вот здесь слева по вот этим менюшкам это тоже самое просто если вам удобнее просто кликаем по карандашу здесь сразу меняются настройки именно вот этого вот левого угла то есть название сайта по сути это тайтл всему сайту вы должны продумать о чем ваш сайт и кратко здесь написать заголовок вашего сайта кстати здесь также есть просмотр внизу видеть такие иконки просмотр мобильный то есть планшетной версии как меню например выглядят и мобильной версии то есть вот он и есть этот самый кастомайзер да практически как конструктор но не совсем итак смотрите первое здесь давайте логотип загрузим свой логотип выбор логотипа то есть выбираем с компьютера наш логотип конечно же соответственно он должен быть у вас уже готов создан открывается наш любимый медиа менеджер загрузить файл кликом и выбираем файл с компьютера итак возьму логотип с новогодние оформлением конечно же здесь неправильно мне написано видите на русском здесь у логотипа у вашей картинки по-английски должно быть имя лого это правильно выбираем его открыть то есть не смотрите на то что у меня сейчас неправильно написано также в логотипе мы можем с вами указать alt атрибут alt обязательно до название сайта или адрес сайта прописывается или title но опять же сейчас что-то не так у меня логотип не отображается скорее всего потому что здесь у меня русское название сейчас я его удалю и загружу на латинице чтобы был логотип так логотип я загрузил нажимаю выбрать сразу здесь можем произвести обрезку если не умещается логотипу делайте его меньше вашем редакторе обрезать изображение так не обрезать выберу вот логотип здесь размещается если мы используем логотип то название сайта наверное мы здесь использовать не будем просто оставляем поле пустым описание сайта здесь можно краткое описание написать или можно скрыть воде снять галочку не показывает название описание сайта да если вам тут это как бы не нравится также ниже мы можем выбрать фавиконку так называемую здесь вот нам написано до значок сайта должен быть квадратным и как минимум размером в 512 на 519 пикселей то есть достаточно большая обычно мы делаем 16 на 16 сразу и формате и к давайте посмотрим как это работает здесь нажимаем выбрать изображение также загрузить компьютера нам предлагать 512 512 вы конечно это на свой рабочий сайт подготавливать а я возьму просто для примера вот такое изображение открыть выбрать обрезать я не буду она здесь у меня не умещается не обрезать и сразу же вот здесь во вкладке браузера мы с вами видим сразу размещается фавикон очка также внизу присутствуют кнопки удалить изменить изображение также все это можно дело смотреть как у нас на мобильной версии смотрится если на этом уровне мы хотим сохраниться мы можем нажать опубликовать или же здесь есть такая рядом шестереночка кликнув на нее опубликовать сохранить запланировать давайте нажмем опубликовать на фронтальной части сайта пока не видим изменений обновляем страницу сразу видим здесь и фавикон очка у нас то этого все равно нужно поменять давить еще один сайт на wordpress обязательно меняем наш логотип вот так вот у нас строится внешний вид основные элементы нашей темы а чтобы вернуться назад в меню здесь есть такая стрелка кликнув по ней мы попадаем на начальную страницу кастомайзера дальше у нас меню давайте посмотрим что здесь можно сделать кликнем по карандашку важный момент ваша тема поддерживает отображение меню в двух областях то есть старайтесь искать темы обязательно вот с таким отображением в двух областях это значит наверху и в подвале внизу но здесь у нас это место занимает социальные ссылки далее если используемая тема имеет области виджетов то вы можете также добавить туда меню зайдите на панель управления виджетами мы с вами еще не проходили виджеты это вот у нас вот здесь вот есть такой правый сайт бар вот здесь вот это один виджет 2 виджет это поиска о сайте найдите нас и вообще очень много всевозможных виджетов есть в прессе которые не активированы эта тема следующих уроков и дальше ниже смотрите основное меню верхнее меню можно поменять местами например меню социальные ссылки тогда теперь социальные ссылки вы видите сразу же в реальном времени попадают наверх мы конечно же оставляем меню наверху а дальше меню социальные ссылки здесь так и написано да можно также меню поместить вниз или нажать редактировать меню тогда здесь представлены заголовок который мы можем поменять то есть это внизу вот для этих вот ссылок также развернуть список например социальные ссылки или удалить если которым мы не будем использовать важный момент что здесь нам по идее нужно русские социальные сети например одноклассники и вконтакте мы можем также здесь нажать добавить элемент и разместить видите плюсик например главную страницу сюда поместить да но опять же здесь нужно смотреть настраивать в данный момент вот я не вижу чтобы здесь главное поместилось по поводу русских социальных сетей здесь я точно не могу сказать по идее это должны быть шрифтовые иконки и по идее эти шрифтовые иконки должны присутствовать здесь нужно разбираться нужно смотреть можно ли здесь в этой теме добавить русские социальные сети почему я не хочу углубиться здесь потому что скорее всего вряд ли вы будете использовать вот эту вот убогую тему в своем блоге wordpress сейчас идет именно ознакомительная настройка вообще что такое кастомайзер например я меняю текст ссылки на вк вместо фейсбука да и по идее должна появиться вот здесь иконка вконтакте скорее всего в этой теме не поддерживаются русские социальные сети это конечно плохо потому что по большому счету придется здесь это все убирать и ставить дополнительный плагин с русскими социальными сетями но это здесь именно профиль где вы есть социальных сетях это не кнопки лайкнуть дальше мы должны по идее приступить к настройке сайт бара кликнуть например вот на первый наш верхний элемент виджета по карандаш куда и здесь меняется заголовок найдите нас вот он здесь да возможно вообще не нужен здесь данный виджет опять же виджетах мы поговорим с вами скорее всего в следующем уроке вся информация меняется здесь как раз вы видите то что здесь отображается здесь есть даже редактор можно попасть в режим html нажать готова или удалить дальше у нас идут виджеты поиск а нас то есть удаляется виджет отсюда да если нам здесь не нужен например давайте нажмем удалить и сразу он отсюда удаляется и первый виджет теперь у нас виджет поиска можем нажать опубликовать обновить вот поиск помещается наверх более детально поговорим о виджетах как я сказал уже в следующем уроке возможно там разобьем на несколько даже уроков потому что там есть много интересных виджетов полезных которые мы с вами рассмотрим например тот же виджет авторизации регистрации на вашем блоге сайте wordpress но тема достаточно здесь простенькая давайте прокручив сам вниз как работать с сайт баром тоже здесь уже понятно у нас здесь остается карандашик вот этой вот ссылки да если мы сюда кликнем если напишем демо да у нас здесь подставляется демо вместе с этим копирайтом но и это общее заголовок вот он видите наверху тоже поставляется вот поэтому здесь конечно же достаточно убого сделано например здесь был бы хорошо чтобы был карандашик например менять вот эту ссылку в копирайтах на свое а так я не вижу другого решения как искать и лезть в код страницы да и вычищать эту ссылку точнее это копирайт и здесь нам нужно будет либо вместо этой ссылки писать свои копирайты либо это выводить каким-то виджетом да но лучше наверное найти вот эту ссылку позже я покажу как это делается да и записать здесь свои копирайты там год создания сайта как обычно да все права защищены и так далее ну и любая другая информация которую вы захотите разместить в подвале вместо этой ссылке как я уже говорил мы стараемся избавляться от ненужных внешних ссылок чтобы наш вес сайта не переходил на вот эти вот бесполезные сайты конечно же тот сайт он не бесполезен но для нашего рабочего сайта да нам здесь это никак не нужно думаю как работать с кастомайзером я объяснил думаю здесь вам это все понятно также вот эти карандашки еще не все вы здесь можете обратить внимание что здесь такие вкладки есть как цвет цвет фона цвет фона страницы то есть просто клика мыши по цвету и меняем цвет и вы видите задние подложка сайта поменялась на желтый если хотим цвет вернуть как было раньше нажимаем по умолчанию можно выбрать или внизу в палитре или двигатель здесь вот левой кнопкой мыши зажать ее выбрать свой оттенок по цвету здесь понятно изображение заголовка также здесь принципе читайте знакомьтесь пробуйте добавить изображение думаю здесь уже будет все понятно фоновое изображение даже можно загрузить давайте проверим но большого изображения меня нет давайте попробуем что-нибудь такое взять выбрать то есть прямо за сайтом вы видите мы можем наблюдать у нас появился изображение плюс дополнительные настройки изменить изображение выбрать другое например дальше набор предустановок можно выбрать заполнить экран на весь экран повторять то есть если картинка маленькая то она будет повторяться чтобы не было разрыва дальше позиции изображения по центру левый угол то есть здесь смотрите как я здесь на самом деле плохо видно да большую часть занимает белую область сайта размер изображения оригинально весь экран заполнить экран повторять фоновое изображение прокручивать со страницы да то есть если снимаем галочку это интересный эффект мы сайт прокручиваем а изображение нас зафиксировано то есть казалось бы вроде и бога темы но вот такие опции здесь присутствует вы видите да я прокручиваю страницу изображение у нас стоит на месте также конечно нужно понимать что в мобилке за ним фона вы не увидите и нажимаем опубликовать на этом данное видео подходит к концу надеюсь для вас она была интересна и полезна а я вас жду в следующем видео пока пока итак как получить премиум тему для wordpress премиум темы могут получить только активные подписчики моего сайта это бесплатно и это займет всего несколько минут для того чтобы получить премиум тему вам необходимо пройти на мой сайт федоровасильев точку ру адрес который вы сможете найти в описании под этим видео если вы не зарегистрированы на сайт вы проходите в меню вход регистрация вот здесь если вы не зарегистрированы то вот здесь вот ниже есть такая ссылочка еще нет учетной записи вопрос кликаем по ней вам нужно пройти несложную регистрацию давайте запишем имя пишите пожалуйста реальные данные я записал имя и логин пишем пароль подтвердить пароль далее необходимо выбрать вот здесь ваши интересы ну если вам интересен только wordpress и вы хотите получить премиум тему прямо сейчас тогда вы ставите напротив слова wordpress галочку обратите внимание что по умолчанию галочка также стоит на adobe muse если вам эта тема не интересно галочку снимаем ниже нам остается лишь прописать свой рабочий email убедитесь в том что у вас есть доступ к вашей почты чтобы вы смогли получить подарок так как подарок придет автоматически к вам на электронный ящик я прописываю почту подтвердите почту прописывайте то же самое и поставьте вот здесь вот птичку капча защитный код нужно дождаться вот такой вот галочки дальше мы нажимаем регистрация почти все готово после обновления страницы практически сразу вы увидите вот такое сообщение учетная запись для вас была создана на указанный при регистрации адрес электронной почты была отправлена ссылка для ее активации то есть сначала нам нужно подтвердить что мы реальный человек и подтвердить адрес электронной почты проходим на почту моментально приходит письмо ссылкой для активации вашей учетной записи заходим в письмо видим вот такое вот приветственное письмо здесь также указан ваш логин и пароль ниже вы сможете также ознакомиться с другими моими обучающими материалами но сначала вам необходимо кликнуть вот на эту ссылку кликаем на нее один раз вас перебрасывает на мою страницу федоровасильев точку ру уже вот с таким сообщением сообщение премиум тема в п значит wordpress в подарок успешно отправлено по адресу то есть на тот же электронный ящик отправлено еще одно письмо уже с вашим подарком проходим обратно в электронную почту заходим во входящие и видим вот такое вот письмо внимание если это письмо не пришло сразу подождите 10 минут если письма не придет проверьте папку спам если и там его не будет только тогда напишите мне на почту почта также указана под каждым роликом моим в youtube или почта указана на сайте на моем федоровасильев точка ру пишите мне на почту и я в ручном режиме отправлю вам письмо кликаем по письму премиум тема в в подарок и вуаля вот ссылка на закачку темы кликайте на нее и скачивайте тему себе я вас поздравляю теперь информация для тех кто уже был ранее зарегистрирован у меня на сайте и хочет также подписаться на рассылку wordpress и получить премиум тему что делать вам вы также на моем сайте нажимаете вход и регистрация если вы уже зарегистрированы вводите свой логин и пароль нажимаете войти прокручиваете страницу самый низ здесь внизу находите ссылку управление подписками кликайте по ней прокрутим чуть ниже здесь мы также можем подписаться на любую рассылку которая нас интересует в данном случае это wordpress вы просто ставите вот здесь вот да и нажимаете ниже кнопку сохранить изменения с этих пор вы будете получать информацию дополнительную возможно о выходе каких-то видео курсах на тему именно wordpress по данной рассылке и также вам должно прийти в автоматическом режиме после нажать на кнопку сохранить изменения письмо с данной темой опять же подождите 10 минут если письмо не пришло проверьте папку спам если там нет тогда пишем на мою почту почта также указано вот здесь подвале я в ручном режиме отправлю вам письмо на этом обучение закончено до новых встреч друзья если вы уже стерли пальцы в поисках хорошего качественного хостинга для вашего лендинга на adobe muse или сайта на джумле неважно то сейчас я вас хочу познакомить с замечательным хостингом под названием хостик сам пользуюсь данным хостингом уже много месяцев и очень доволен главное примечание хостинга тестовый период 30 дней 30 дней вы сможете пользоваться хостингом абсолютно бесплатно второй очень важный момент возврат денег в течение 45 дней если вас не устроят услуги хостинга готовый к мс три года на рынке молодой хостинг это очень важно онлайн-поддержка на высоте перейдя на хостик вы сможете увидеть в правом нижнем углу вот такой вот прямоугольник это онлайн чат круглые сутки трепетная служба поддержки готова отвечать на ваши вопросы и даже ночью лояльные цены мощные сервера если вы совсем новичок и ваш сайт уже расположен на каком-то хостинге но он вам не нравится служба поддержки готова бесплатно перенести ваш сайт к ним у них есть замечательная акция три месяца бесплатного хостинга ознакомиться с данной акции вы сможете перейдя на этот хостинг при оплате за год можно сэкономить до 45 процентов а также для мощных сайтов хостик предоставляет мощные сервера вы меня знаете я вам плохого не посоветую и так если вас заинтересовало и вы хотите ознакомиться с данным хостингом ссылочка под этим видео переходите и знакомьтесь